привет ребята воскресенье на дворе и по традиции мы едем к бабушке но прежде чем идти к бабушке нам надо заехать купить мороженого поэтому идем в магазин релиз камера в камере да понятно вот спасибо что не подождал правильнее что здесь у нас тут просто была всегда корзина короче дети могли подойти взять мандаринку там или бананчик или яблочко просто бесплатно взять кушать в магазине вот так привлекают клиентов ну а мы конечно же идем к мороженому это что кексики понятно и петенюшки а вот здесь такой вот ряд смотрите мороженого не только мороженого не только мороженого что с одной стороны пиццы заморозки с этой стороны пиццы замороженные видим какое мороженое ты выбираешь зак какое кисленькое мороженое это какое а ну-ка ты чё с гайми мишками конфеты такие кислые они сделали мороженое от компании этих конфет это то мороженое внутри они из-за этого делают кислое мороженое понятно так вот еще мороженое берем давай большое ведро возьмем будем экономить деньги самоэкономно получается вот такое огромное ведро два берем ведра или одно я не знаю как у бабушки с морозилка давайте одно покажем давайте тройное тройное или двойное какое вот это это у нас какое подожди сейчас я посмотрю 6,28 стоит ведро старбери короче клубничная давай клубничная клубничная значит смотрите не тройное 6,28 цена не тройное берем я маленькая все больше ничего не берем а берем ну что погнали то не знаю тебе нравится релиз мне но обычно здесь покупают только мороженое по воскресеньям но это не тот магазин где я скупляюсь понятно ну короче у нас традиция мы обычно заезжаем в воскресенье едем к бабушке и наши дети кушают мороженое у бабушки потому что бабушка когда была помоложе она готовила всякие блюда для внуков ну а сейчас она уже пожилая у нас и поэтому ей трудно готовить и она очень переживает что ей нечем угостить внуков поэтому мы нашли выход из положения такой заезжаем покупаем мороженого но это что это что мы покупали мы ели красные а вот тут синие они вот с такими солью а тут без соли мы ели без соли и вот короче сейчас мы всегда приедем к бабушке с нашим мороженым в итоге она счастлива потому что она может гостить внуков вот ну и с другой стороны наши дети тоже счастливы попасть к бабушке потому что всегда есть мороженое так 12 долларов 27 центов подошел я короче к кассе пробил штрих-коды показал вам сколько с меня возьмут денег а бумажник у жены и в итоге я без денег а она малого повела в туалет короче пришлось мне пропустить мою очередь вот вот так вот поэтому теперь жду нет нет не могу я еще делаю селари селари что это такое за селари кинза наверное по русски окей after you я уверен спасибо как же это по русски кинза нет наверное это кинза ну короче ребят если что подскажите нам как это по русски а то забываем давайте это очень грязно что зачем на пол поставил мороженое ну руки были заняты папа теперь мороженое грязное где мороженое грязное ты что это ведро может быть максимум грязное смотри куда я поставил на пол мороженое поставил безобразие отличное безобразие отлично безобразие ха-ха-ха-ха ха-ха-ха ну и так поймай да Что? Где? Что? Когда? Что где? Что где когда? Почему? Что? Как? Что? Что? Ну, пап, ладик! Не шумите! Я не ладик! Да мы еще и не шумим! Если мы начнем шуметь, то всем будет тут шумно, да, Зак? Да! 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 Слушай, только для меня скользкие баллы, нет? Для меня, мам! Идем, свободно, капшином! Ой, я с тобой, это будет полганьски! Ой, а что это? Забыла десятку, да? Так, смотрите, человек забыл две десяточки. Нет! Эй, мэн! У нас есть касса, да? Спасибо! Ты хорошо! Попрошусь! Удачи! 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 Вот то, что дети любят. Ага, не получилось. Штрих-код-то наверху. Я думал, что в мизуги. Да, окей. Какой номер? Вот так это работает. Папа, пап, деньги-то забыл и чек забыл. Ну вот здесь лёд продаётся, можно купить льда. А ещё это магазин сокровищ. А, это магазин сокровищ? Для Захара. Это как? Монетки. Монетки, которые лежат. А, точно. А вот здесь, кстати, видите, куча автоматов. И здесь можно кино взять себе. А вот здесь можно мелочь поменять. Это Coinstar. Вот сюда кидаешь. И она просто сейчас не работает. Аутофордер. Короче, можно поменять мелочь на бумажные деньги. Погнали. Погнали. Ничего ж себе. А здесь что это такое? А, лотерея. Ну вот сегодня вам покажем квартирку или апартменты, в которых живут не богатые, бедные. Бедные старики. Старики, да. Бедные пожилые люди. Вот так издалека выглядит. У которых? Вот так апартмент сидит. Такое крылечко. Это просто, знаете как, это я вот просто смотрел, на досуге взял, включил мне там YouTube, порекомендовал Алекса Брежнева и его видео про то, как живут старики в Америке, как все плохо и как все ужасно. Вот. И я подумал, ну, он врет. Или может быть, как сказать, может быть не врет, а может быть он видит вот это плохое, да. Потому что вот где-то мы же видим именно то, какие мы есть и мы к себе привлекаем вот то, что мы из себя представляем. Итак, вот смотрите, заходим в этот апартмент, в котором живут старички. Сейчас мы позвоним бабушке и попросим, чтобы она открыла дверь. То есть здесь так все работает. Набираешь номер ее апартмента, квартирки, ей идет звоночек и ты спрашиваешь, можно ли к ней зайти. И она дает свое согласие или нет. Ну, что-то не знаю. Вот идет бабушка, может она нам откроет. Не наша, но бабушка, которая здесь живет. Вы нам откроете? Да. Здравствуйте. Хорошо, потому что что-то на ней срабатывает. Что-то там ошибка. Вы здесь живете, да? Да. Как вам нравится здесь жить? Хорошо, слава богу. Понятно. Вот такой ключик у людей, кто здесь живет. Идемте посмотрим. Здесь елочка. Подарки. А подарки для кого это? Просто для красоты? Да. Для красоты. А там рояль есть. Красиво как. А тут дворик можно пойти, шашлычки пожарить и фонтанчик. И погулять. Вот видите, фонтанчик. Здесь вот барбекюшницы. Понятно, что старички обычно ими не пользуются. Обычно ими пользуются те, кто устраивает какие-то праздники. Что вы говорите? Я говорю, вы к кому приехали? К бабушке приехали. К бабушке. Это очень приятно. Да. Хорошо. Вы давно здесь живете? Да нет, я только недавно. А, только недавно, да. Месяца три. А, понятно. А до этого где жили? А, я жила вот где жёлтый мост. Ага. А что переехали сюда? Тут лучше? Там дорогие. Там дороже, да? А сколько там стоит? Ой, по-разному. Ну, например. Просто мне вот интересно как бы для сравнения. Ну, например, это самое, тысячу и пятьсот. А здесь? А здесь насколько дешевле? Вот для вас просто интересно. Ну, конечно, дешевле. Насколько? Сколько здесь стоит? Вы однобедрумный снимаете здесь? Да. Долларов пятьсот? Здесь? Да. Да нет. Сколько ваша бабушка? Я пойду сейчас спрашивать. Ну, а как? А где она живёт на каком этаже? На втором этаже. Да. Ну, здесь двести пятьдесят, двести семьдесят. Двести пятьдесят, двести семьдесят. Это программные специальные апартменты, да? Ну, всего доброго вам. До свидания. И вот, смотрите, здесь всегда вот эти ручки. Эти ручки, просто на них берёшь так, хопа, придавливаешь и дверь открывается. Hello. Hello. Вот, идём дальше. Вот такие коридорчики. Вот там двери, там менеджер живёт в этой комнате. У него всякие украшения на двери. Тут он мужчина, и поэтому для некоторых бабушек это так. Едем на лифте, если я. Едем на лифте? Поехали на лифте. Вот такой лифт для старичков, для бабушек и дедушек. Вот такой лифт. Всё чистенько. А вот такой пол и вот такой потолок. А вот такой пол, вот такой пол, видите? И вот такой вот потолок. А вот здесь лифт показывает, видите? Эээээ, чего показывает? Этажи показывает. Так, вот мы на третьем этаже. Не спеши, родная. Не спеши, не спеши. Я поняю тебя. Спасибо. Вот он, коридорчик. Каждый дверь украшает, как хочешь. Кстати, вот здесь видите, как украшают двери, как пожилые люди. Рождество. Каждую свою. Каждый делает своё украшение. Какие-то, видите, ёлочки стоят. С этой стороны, вот смотри, давайте просто порассматриваем с вами. Вот такие милые украшения делают старички. Вот, кстати, знаете, какой здесь был прикол с этим флагом? Он там есть флаг. Он ещё есть. Вот в нём, видите, дырочка вот такая. Как-то я снимал. Это, получается, раньше этот флаг висел вот здесь, прямо на двери. И когда ты подходишь, они сделали так, чтобы в глазок можно было смотреть дырку в флаге. Но это смотрелось прикольно. Где-то я там смеялся над этим. Так, смотрим дальше. Так, вот здесь такое деревце. Или цветок, что это такое? Цветок. Вот, такое украшение. Наши бабушки, ёлочки. Сейчас посмотрим, да. Хэппи Холидейс. Так, смотрим дальше. О, наша бабушка уже открыточки поставила, ёлочку поставила. Вот здесь у неё розочки, искусственные, правда. И здесь такие рамочки, цветочки. Вот. Вот. И тут соседка, её тоже цветочки стоят. Так, ну что, пойдём. Здрасте, можно к вам? Здрасте. Опа. Мы тут снимаем кино. Про вас можно? Про вас кино снимать. Будем вот в квартирку, которая сдаётся здесь вот в этом комплексе апартментов. Вот. Вот здесь такая небольшая кухонька. Вот здесь мороженое дети набирают себе. Вот. Потом здесь вот такая плиточка. Здесь холодильник. Но не будем открывать холодильник, смотреть, что в холодильнике. Правильно? Нет, нет. Мы же как бы вполне приличные люди. Так. А вот здесь вот такая толпа детишек. Сидят и все мороженое кушают. Детишек. Ого. Так. Меня никто не видел. Тебя никто не видел, да. Привет вам. Привет. Так. А что это такое у тебя? Это что у тебя, планшет? Да. Это я вот рассказываю, что я видела на интернете. Понятно. Слушай, а ты что сама пользуешься планшетом? А кто мне пользуетесь? Подожди. А сколько лет тебе? Ну извини, конечно, но все-таки. В январе будет 85. В 85 лет почти. А как давно ты здесь живешь в этой квартирке? Уже до 10 лет. Около 10 лет уже, да? Нет, до 10 лет в этом апартменте. Понятно, понятно. Я была в одном, а сейчас на другом. Ясно. Ну вот. Я тогда можно твою комнату покажу? Иди покажу. Кровать там надо. Уже застелили кровать, не переживай, не переживай. Так, здесь вот телевизор. Здесь, понятно, фотографии детей, внуков. А здесь спальня. Вот это считается однокомнатная квартирка. Вот видите, один такой зал, в котором свободно помещается вот вся эта толпа людей, можно так сказать. Вот. И здесь вот такая спальня. Смотрите, здесь кровать у бабушки нашей стоит. Вот. Там вот, смотрите, кровать Нуга Бест, кстати. Ну вот. Вот такая жизнь в Америке у старичков. Мам, можно еще пару вопросиков у тебя? Давай. Ну давай. Так, давайте. А то так ты против солнышка, я вот так вот тебя сниму. О, там вот куча книжек. Мама у нас любит книжки. Слушай, несколько вопросов по этому жилью. Сколько ты платишь за аренду этого жилья? 248 сейчас. 248 долларов в месяц за 1 бедрумную квартиру в Америке. Ну это то есть по меркам... По программе. Это специальная программа для каких людей? Для семей. У кого маленькая пенсия. У кого низкие доходы, правильно? Ну для стариков. Да, для старичков. Тут есть американцы тоже такие. Да, да. Есть американцы, есть русские. Вот. Ну таким образом. Слушай, еще вопросик. У тебя, получается, есть такая небольшая пенсия, правильно я понимаю? Ну да. А сколько ты получаешь пенсию? Можешь мне сумму назвать? Ну где-то 900 долларов. 900 долларов пенсии. Еще, например, есть такая программа восьмая. Вот этот апартмент, он тоже идет по восьмой программе. Еще дешевле. Значит он идет от дохода, мы платим 30%. Так. Вот. А есть такая восьмая программа, что другая, которая еще выше. Угу. Там я не знаю как они платят, но факт тот, что там более они... Хотя и у нас они каждый год делают проверку, чтобы у нас все хорошо работало, и вода, и свет, и выключатели. Чтобы все это делалось. Да, понятно. Вот. Ну а там еще они прям приходят и все проверяют. Я не была по той восьмой программе, я не знаю как там. Ну там еще выгоднее получается, да? Ну там может быть больше или... Не знаю. Больше они как-то... Не знаю. Не знаю как это есть. А у нас вот так. Очень хорошо. Ну ясно. Ну тебе нравится жить в Америке вообще? Конечно. Понятно. Если бы я сейчас жила в Союзе, чтобы я делала. Ну да. Ну да. А здесь я и не работала. Приехали в Америку первое время. Ходили на занятия. Ходили на занятия. Приходим в занятия. Только села в лифт. Господи. Я тут ни одного дня не работала. Чет получила. Вау. Вот. Так что... Слава Богу. Ясно. Ясно. Хорошо. Спасибо, что ты рассказала о том, как живется в Америке. Сразу, да. Окей. И что ж там тебе внук подарил на Рождество? Не знаю, не знаю. Что он тут подарил? Сейчас посмотрим. Можно уберите? Ну мне интересно очень. Засмущал сына. Засмущал сына. Что ж ты там подарил бабушке? Сейчас посмотрим. Проверим, что подарили бабушке. Давай. Вау. Что это такое? Это вот надо включать этот самый интернет. Ручка для работы с планшетом. Или как она называется? Наверное. Спасибо, Никита. Большое-большое спасибо. Там. 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 Там на почве отец. Мы сейчас сюда достанем. Наталла чуть-чуть. Я. Так, ну ребята. Вот смотрите. тоже бабушка, наверное, 83 года освоила работу с планшетом, с ютубом. Поэтому смотрит ютуб регулярно. Это ей, как бы сказать, немножко радует ее в жизни. Это она контролирует, что ее сынок делает в интернете. Ну вот так вот примерно живут как бы пожилые люди здесь в Америке. Один из вариантов. Это один из вариантов, понимаете, да? Потому что здесь можно найти разные варианты. Есть некоторые пожилые люди, которые живут по-другому. Кто-то лучше, кто-то хуже. По-разному. Ну вот она такая разная Америка. Да. Тебе можно. Угу. Ну а назад мы будем спускаться... А вот там огород. А, вот там огороды, кстати, у бабушек. О, давай глянь. Такие маленькие клочки земли. И вот кто-то, кто хочет, берет себе такой маленький огородик и там выращивает, что там выращивают? Цветочки. Помидорчики. Помидорчики. Огурцы. Огурчики могут поворачивать. Укроп вижу. Укроп есть. Видите? А, да. А тут дерево апельсинов. Значит, ну что, мы назад идем вниз, спускаемся по лестнице. Я же идем на второй этаж. На второй этаж. Вот такая лестница. А мы на второй этаж. Точно. Второй этаж. Знаете, на втором. А мы только что были на третьем. А вот дерево апельсинов поближе. Да, поближе. Да, точно. На первый этаж. Первый этаж. А вот займи. Первый этаж. Первый этаж. Точно. О, это что такое тут? Для тех, кто плохо видит, это написано. Да, вот кстати, видите, вот эти все специальные буквы для слепых, да? Или для слабовидящих. Муж слабовидящих. Ну короче, здесь все рассчитано, что люди могут там на колясках ездить. Нет никаких переходов, никаких ступенек нет. Очень, очень удобно. Мы же шли по ступенькам как-то. А, ну ступеньки, то в смысле переход, но здесь же можно их объехать на лифте. Вот он лифт. Здесь вот такой фонтанчик. Картинки висят на стене. Вот здесь написано лифт. Ну не будем показывать каждый угол. Да, угол не будем каждый показывать. Ну тут ящики почтовые. Так, чё ещё? А, вот это вот штука. Давай я вот это сниму. Это подъезд. Это подъезд. Если кто-то говорит парадная или подъезд. А, парадная как говорят, да? Это уже кто-то так называет. Смотрите, перепись. В чём твоя значимость? Смотрите, на четырёх языках. Это я так понимаю испанский, да? Китайский, русский и английский. Вот, а здесь офис. Здравствуйте. Как дела? Как дела? Как дела? Вот на таких тачанках некоторые люди катаются. Вот видите, как раз попалась женщина, которая ехала нам на встречу. Понятно, что это нельзя назвать таким объективным исследованием по этому вопросу. Нельзя сказать, что все так живут, все тут по-разному живут, как в принципе и не только старики, так и другие слои общества. Так, ну что, господа, сделал для вас такой небольшой обзор, как живут старики в Америке. Тоже интересно услышать ваши отзывы, впечатления, как вам вот такие зарисовки из американской жизни о каких-то разных моментах, разных, не знаю, людях, группах людей. Вот, оставьте в ваших комментариях. Вот такая реальная жизнь. Вот как бы снимаю по пути то, что вижу, да? Вот. Ну и наш, как бы, воскресный день вот как-то в таком формате проходит. Все, спасибо, ребят, всем за просмотры. Поддержите меня лайками. Подпишитесь на канал, если вдруг не подписаны. Ну а дальше все будет интереснее и интереснее. Погнали!